хочу показать на этом примере как новое то есть вот это поставили недавно как они пытаются сохранять как все старое оставляя оставляется старое изжившее свое остается то есть например это видимо старый старый вот этот аппарат для вызова полиции или чего то есть он здесь остался с очень древних времен то есть он здесь не нужен но он остался здесь до сих пор и это интересно заметить как одновременно они стремятся им просто и лень убрать это либо они стремятся сохранить вот это то что уже является трупом отжившим да вот таким уродливым это напоминает можно сказать в художественном смысле такую пасть да которые которые опустошили все изнутри да и со сломанными зубами вырванными внутренностями то есть осталось ты тут и за это на самом деле страшно то же самое что я бы взял свою картину и повесил здесь то есть это если я картину здесь свою повесил вместо этого то это вызвало бы сразу агрессию очень сильную и меня бы привлекли ну сразу то есть безусловно сразу в первый уже там час ее бы сорвали и выкинули вот а вот это она до сих пор здесь стоит и она будет здесь еще сколько она лет здесь стоит она также будет и годами десятилетиями здесь вот так вот висеть бесконечно и ни у кого не никто не обратит на это внимание у кого не возникнет мысли подумать что зачем она находится она же пугает людей ну или она уже не нужно здесь и интересно на этом примере рассмотреть так вот это за как здесь сохраняется что-то ненужное да и при этом насколько агрессивно и насколько нетерпимо этот это место место к я так назову это место к чему-то новому то есть даже даже какой-то красивый пейзаж который здесь будет посмеет кто-нибудь ну я допустим или кто-либо другой художник нарисовать это будет сразу уничтожено и очень агрессивно а художник этот получит по заслугам сполна то есть вот и но при этом как это все как это все соседствует неразрывно связано с это вот как оставлением всего старого уродливого и ненужного уже давно и то есть это напоминает как комната такая в которую какой-то полусумасшедший человек там же старый до маразматичный стаскивает сахара стаскивает все старое все все уже вредное такое ненужное селез или не выбрасывает просто оставляет там все и это все уже захламлено то есть вот это такое сравнение и вот и он агрессивно реагирует ну ли она он реально без неважно реагирует на что-то новое что-то красивое допустим на какую-то новую технику новую мебель или ну новый какой-то красивый полезный предмет интерьера вот и вот это это вот так как живет этот вот этот местная не знаю как это назвать так более обобщенно потому что не хочу назвать это город или общество элементальность и вот пейзаж который я нарисовал тогда это было то есть серию пейзажей таких безобидных это было это как раз и было что-то новое я считаю и к этому было очень крайне нетерпимое отношение к этому крайне нетерпимость да а вот и вот этот пейзаж это как все сравнил с тем что вот человеку который в своей комнате уже мусор весь всех старая хлам собирает скапливает да вот потому что у него какое-то отклонение или нетам и когда кто-то предложить что-то новое да то это человек кидается на него и пытается задушить и все это вот что новое предложили сразу растаптывает и выбрасывает и вот такое же отношение к чему-то новому и к чему-то такому прогрессивному и красивому да и безобидно все это ничему не мешающему что может заменить старые да вот это старая некрасивая джи все то что сейчас показывал такое же отношение здесь вот в этом вот в этих городах вот в серых и можно сказать я считаю что эти пейзажи они могли бы придать индивидуальности и украсить этот такой город как море такие города такие города вообще ну еще хотел напоследок показать показать вот символ города я я правда ожидаю что за это могут меня тоже привлечь или посыпать как-то наказать меня за это за то что я типа вот сейчас посчитает что якобы я-то как-то оскорбилась то есть могут за что угодно вообще за наказать и хотел просто показать что вот то что вы сейчас видите это вот это было еще до того как я родился когда я маленький был это было еще еще до моего рождения вот это ну или я не знаю но когда я в детстве маленький был я помню что вот это было уже тогда то есть и до сих пор за столько лет никто ничего не исправил здесь никто это не стер никто не не проявил агрессию к этому то есть получается людям людям вот ну вообще вот системе даже это считается нормально вот с точки зрения вот этой системы местной а пейзаж нарисованы на стене мелками светлый пейзажик считается жластным преступлением ужасным вандализмом беспределом да и человек которого посмел нарисовать он жестоко оказывается и жестоко подвергается оскорблению растаптывается просто в клочья а вот так и пейзаж этот не удержится больше больше там пару дней до даже не успеешь его дорисовать он уже будет уничтожен ты получишь наказание а вот такие вещи и вот те вещи которые я показал до этого то есть вот вот это вот подрисованная краской кровь и да из глаз и без того на мой взгляд да здесь что-то ломает что-то давит такое да символика такая что что-то что задавливает прессуется что-то уничтожает что ну такая это моя личность субъективное мнение но вот объективно то что вот это до сих пор никто не стер и никто на это не обратил внимание кроме меня и здесь тоже с этой стороны тоже здесь то же самое и это это так держится за 10 лет 20 больше больше 15 лет на я думаю потому что для маленьких был я помню меня еще тогда удивило то что вот такая такая жуткая все такое мрачное да и еще без того вот добавили такую джути да я не осуждаю как бы я не осуждаю не тех кто это сделал не как бы я считаю что это вот такое место здесь и все здесь происходит она так происходит то есть то есть это не я это делал и это так вот здесь все это все так сделано да и мне почему-то это напоминает комнату комнату вот такую затхлую душную комнату до такую мрачную тесную комнату какого-то такого старого уже человека который не обращает внимание на то что там ужас ужас просто у него происходит уже все захлам его уже там вздохнуть негде там всякий не знаю у него такие вещи всякие мрачные да у него и и это год десятилетиями так длиться и и кто тот я прихожу допустим ему и что-то новое предлагаю такой маленький что-то новое и полезное что поможет ему до человеку застан но потому что людям на самом деле пейзаж мне нравился я там даже я ну видно что люди подходили и там восхищались вот то есть и вот этот человек до который вот и он реагирует так агрессивно это сразу выхватывает растаптывает уничтожаясь и тебя еще на тебя еще начинает орать оскорблять тебя за как ты смел там да здесь вообще что сделать это мой ну моя территория хотя не знаю какой пример еще привести существует на этих стенах еще дома до меня до моего рождения это существует самые разные вот такие вещи которые я теперь могу назвать назвать вандализмом тут после того как моё мои пейзажи моё с небольшую серию небольших пейзажиков национных мелочками агрессивно так и со всей жестокость нетерпима на базу обзывали этом беспределом этими беспределом там всякими ну то есть короче разными самыми очень матерными нецензурными словами и всячески оскорбляли пейзаж даже просто и назвали это ну то есть вандализмом преступлением да и меня и то есть и здесь вот испокон веков существует существует вот как естественно абсолютно естественно я родился я даже не замечал это и только вот недавно я стал на это ощущение здесь самые разные а начиная вот на на всяких над надписей агрессивных и негативных которые народ оставляет ну то есть не народ а просто вот люди которые понятны даже если людям то есть можно пойти прочитать там какую-то надпись там негативную линии ненависть или просто маты вот и а существует также еще и системные так называем так я бы назвал системные надписи которые непонятны простым людям тоже тоже вот просто тоже вот так я могу сейчас найти где например привести то есть такие надписи которые система системные которые простым людям не понимают только понимать какие-то вот люди работающие в этой системе потом существуют естественные тип следующий третий тип это естественные то есть природные может сказать ну как бы не природная из человеческого безразличия или без различий от этих работников до этой системы разные вот трещины от маленьких вот таких до гигантского масштаба до вот сюда огромных масштабов там обваливающиеся стены там всякие выступы заржавевшие всякие штыри торчащие короче всего полно там это можно сказать как бы это можно назвать третьим типом к третьему типу отнести к естественным каким-то таким вещам но но условно назвать естественно потому что они возникают из за без различия да вот без безалаберности или как-то авось или как назвать понятно то есть и на ней и вот на все эти типы которые описал никто не на три типа вот этих явлений отъявленного вандализма на все это никто не обращают внимание никогда и никогда не будет обращать внимание никогда то есть вот 50 лет никто не обращал на это внимание здесь ну сколько город существует и следующие 50 лет то есть никто из вообще бесконечно сколько он будет сколько эти дома будет держаться никто не будет внимание обращать еще всякие всякие от потеки всякие капли которые тоже они неизменные и держатся они бесконечно то есть неизменные это все что еще ну граффити это можно отнести к первому типу то есть это к первому типу да можно 10 то есть граффити которые сделаны черным баллончиком такие достаточно такие примитивные зак или закорючки какие-либо потом ну ржавчины этот к третьему типу ну где-то сразу все совмещается в одно то есть вот сразу несколько типов вот этих того что я описываю совмещается в одном месте потом еще всякие рекламные рекламы коммерческая реклама то есть это четвертому типу можно отнести то есть ради своей выгоды коммерческой они захламляют стены ну я не теперь вот так вот буду более более так тоже немножко жестко говорить после всего этого после того как я получил свой свой адрес за вот эту жестокость нетерпимость по отношению к тому что я за свои теньки собственные бесплатно просто по своей собственной идее пейзаж пришел нарисовал я получил крайне то есть я столкнулся со всей вот этот на реакции до ответные на это и то есть и теперь я тоже могу называть это после этого что вот эти коммерческие коммерческие вот эти вот реклама которые они захламляют эти стены и они получают выгоду из этого вот эти вот кто это делает и то есть это вообще не считается нарушением никаким ничем хотя рекламы зачастую бывают достаточно пошлые или как это сказать назвать какое-то слово ну такие то есть они ниже морали то есть они аморальные они там цель только показать только только привлечь внимание всякими провокат ну то есть не провокат аморальные такие как тут непристойные рекламы присылся бывают есть пошлые ну для того чтобы просто люди обратили внимание и купили там да вот это я не стал бы приводить примеры потому что это не при неприятно было бы такое но и произносить вообще вот это описывать вот эту пошлую непристойную рекламу которая здесь присутствовала в городе вы можете у людей допустим спросите есть они помнят может некоторые но я если честно раньше не особо на это обращал внимание так и причем вот эти рекламы они могут быть от маленьких до отда огромных до огромных и которые вверх развешиваются на абсолютно корыстные да и которые развешиваются на каких-нибудь на общественного местах народного пользования то есть на тех зданиях которые принадлежат народу и народ народу никто не спрашивал да вот можно ли там развешивать рекламу и там допустим на стоматологии на поликлинике вот огромный такой плакат банковских услуг ну кого не неважно я не буду в подобных задаваться то есть а вот пейзажик посмея пейзажик нарисовать там то то есть не ну я имею ввиду где-нибудь да вот на кое здание здесь на который принадлежит народу до здание то есть всем принадлежит нам в общем пользу не часто часто собственно даже а вот то сразу бы сразу вот ну как это произошло сразу агрессивная такая реакция на это причем это агрессивная такая реакция на одновременно с вызовом полиции то есть одновременно агрессия да и одновременно полиция вызывается то есть это неразрывно все связано то есть вот те кто ненавидят эти пейзажи они вот если люди которым это ну которые нормально реагировали да они они и мне пришлось бы в голову вызывать полицию до материть там как-то плевать в пейзаж оскорблять там до человека и и орать на всю улицу тогда материться то есть и проявлять разные вот такие качества даст вот кстати вот это системная какая-то надпись которая даже не знаю значение который еще здесь где-то были это я вообще не знаю что такое вот это по моему очень жуткий символ я как-то о нем записываю только я не опубликовал это как многие другие видео свои значит а вот из разряда те вот кто проявляют нетерпимость до к рисованию пейзажи пейзажи которых вообще здесь нигде не встретишь это их нету просто вот тоже системная надпись какая-то вот они одинаковы все одинаково то есть вот сколько я сталкивался с негативной реакции вот когда что-то пытался рисовать все одинаково вот они сначала это во-первых это старше 30 лет то есть это взрослые люди да по идее они должны пример подавать да то они матерятся там проявляют агрессию не способны даже на диалог и всегда одно и то же говорят то есть это взрослым там уже века возрастные люди такие да и они вот все общие у них это то что ну на самом деле не могу сказать что это прям десятки раз сталкивался с ну то есть это что они делают это хотя они взрослее меня намного старше да они апеллируют моему моему возрасту то что типа тебе уже столько лет а ты занимаешься такой ну и начинает принижать и оскорблять вот это то что я делаю пейзажик дарис там то что я пейзажик рисовал и затем они говорят что усомневаются в моем вот в психическом здоровье и умственном после на пункционе полоцензии то есть они дальше начинают оскорблять по умственному признаку то есть вы можете сами это не знаю я никаких оценочных суждений не буду давать человек который рисует пейзаж то есть его оцене ему сразу вот они ну сразу как по какой-то программе заложены да вот в голове у них сразу первое это в воздух там к возрасту да потому что тебе уже столько лет хотя они старше меня все были намного и они почему-то не задают вот я не пришлось никогда в голову упрекнуть кого-то что тебе уже столько лет а ты там так неадекват и совету не способен там на диалог да там или еще что-то ведешь себя так агрессивно да там еще что-то никогда вообще но вот как по отношению ко мне рисующим пейзажики вот у всех кто там агрились они в реалисте они вот все сквозрасту оперирует то есть хотя они старше меня намного это даже не вооруженным взглядом видно и дальше сомневаются в психическом и в умственном полноценности то есть они выступают дальше в роли психиатров психиатрия то есть это они короче все оказываются с хиатрами по инфицированными имеют там знают разбираются что человек который что-то делает что непонятно даже красивые даже делать они сразу это вот сразу такое начинают то есть потом значит ну а потом они оскорбляют сразу вот сам пейзажик то есть сам пейзаж или рисунок вот это не сразу хотя хотя рядом там проваливавшаяся стена там рядом надписи ненависти кем-то сделаны уже там 30 лет как 30 лет как назад потом там какие-нибудь вандали вандал вандальном стиле таки вот вандальном действительно силе рискните рисунки которые уже давно там еще до моего рождения были и они вот ничего про повод этих рисунков не говорят они вот на меня да на тебя который ты рисуешь пейзажик они вот на это грязи грязи всю выплескивают а про это вообще ничего не говорят и они даже говорят что там типа налоги плачет и они еще также апеллируют тому что то есть они оскорбляют пейзаж да взгляну то что вокруг грязь там всякие вандальные надписи всякая гадость да они умеют на красивые что то что появилось это фоне оскорбляют и приют даже плевали при мне прям ну то есть прям реально пытается это и четвертое следующее то они не могут диалог то есть невозможно то есть ты говоришь я начинаю говорить что ну несмотря на то что я шокирован да то есть я ну я художник да и когда там начинают орать оскорблять там хватать вырывать мои вещи еще ну то есть прям реально там очень грубо да сразу причем внезапно то есть я рисовал и тут начинают мне грубыми как-то вырывать мои вещи да там хватать меня то есть как-то ну то есть вот так так вот себя вести для меня это неожиданно несмотря на это я начинаю спокойно говорить что там это я пытаюсь сделать город красивую начинают говорить да пытаться что-то и они не могут даже в диалог тут не было такого чтобы они в диалог спали не сразу начинают орать там да как-то оскорблять или вы просто дальше продолжать от грубить и что еще забыл добавить что ну что говорят что что они владеют этим этой собственностью с вот этим домом да хотя всегда всегда на самом деле они это общая собственность от как она ну общая то есть общественная собственность не только они владеют а остальные жители им нравится этот может играть это рисунок они вот кто говорит ну кто негативно да они всегда говорят что они говорят что это мой дом моя собственность я плачу там да и я там уже 40 лет здесь 30 лет здесь живу это моё моё то есть вот так вот типа они не думают о том что другие жители там есть до которым нравятся эти рисунки может пейзажи что-то красивое ну и там еще потом вот было ну и конечно вызывают полицию сразу и при полиции тоже оскорбляют и арут причем на весь на весь на всю улицу да то есть если я молча спокойно там рисовал до этом подходили просто вот я никого даже не звал просто сами подходили там люди там подростки даже и тоже хотели рисовать они говорили что их там родители заставляли в художку ходить и мне интересно когда они увидели меня им сразу ну они сразу вдохновились и говорят что сколько было мне случае когда говорили мне что вот посмотрев как я рисую они тоже хотят типа тоже в художку же сами пойдут без без заставлений родители решили стать художниками не слоняться по улицам и курить и там болтаться да там что-то плевать или что они там делают ну вот если я молча дорисовал там то когда вот эти когда кто-то вот ну агрессивно риги то это он всегда это они она всегда орет на всю улицу то есть и при полицейских до вызывает полицейских и при полицейских то есть там оскорбление там и даже было гомофобный такой выгрик на то есть я не знаю как сказать ну прям я не буду прямо говорить но там короче все вот все способы как оскорбить да вот то есть и я не знаю откуда вообще такая злость там то есть они могут я не знаю как это прокомментировать это гомофобный выгрег на какую-то отношению имеет к тому что пейзажик художник до��ны рисовал пейзажа иUpis это есть то есть это может сказать что на личности да то есть они пытаются и личность человек как художник оскорбить хотя сам сам я ничего не сделал вообще человеку там ничего не сделал да то есть но она будто оскорбить там да она личность и пейзаж оскорбить то есть я уже Я говорил, что в пейзаж плюют. И потом еще при полицейских, ну и до полицейских, особенно при полицейских пытаются всячески сказать, что вот такой он плохой, он такой, такой. И вот когда полицейские приезжают, они вызывают полицейских, и я прихожу, допустим, стереться, пейзаж сам вызывает, я говорю, хорошо, я пойду, ну то есть сам, способствованный желанию, да. И при полицейских начинается прям оскорбление, одна личность, то есть меня, ну как личности, да, то есть там все, причем на всю улицу это, да. То есть вот я не могу это объяснить, и я не смогу это, наверное, понять никогда. Ну и мне это не надо, я как бы создан для того, чтобы, ну то есть я хочу рисовать, просто молча рисовать, да. Ну а кто-то может там у них, у кого-то другой смысл жизни, я просто не могу понять, ну я не пойму это. Ну в общем, ну и так же, как и они не смогут понять, почему я пытаюсь сделать город красивым, рисую, бесплатно рисую, пытался рисовать, да, бесплатно за свои... И они не могут еще понять, что... Даже когда я на поребриках или на асфальте рисовал, там меня тоже орали, и они не могут понять вообще с ними, невозможно разговаривать. Вот я, почему я говорю это на видео, потому что вот самим этим людям невозможно ничего сказать, вот невозможно, вот как... Они вообще не могут разговаривать, они просто орут там или оскорбляют как-то, ну то есть вот ничего невозможно объяснить, и они не могут еще понять, что почему я пришел рисовать сам, да, они не могут в это понять, вот. Типа они... Только то, что когда кто-то по заказу приходит рисовать, кого-то вызывают, и кто-то по заказу рисует, они не могут понять, что я вот... Человек от меня, то, что я сам пришел по собственному желанию, они могут даже это понять, как я могу объяснить, что я свою идею города будущего, чтобы город был красивым, что если будет город не такой серый, грязный, а будет с пейзажами разрисованный, то людям будет лучше жить, там будет все улучшаться, все улучшится в больших масштабах, там просто во всех сферах остальных улучшится жизнь города, если он будет красивым, если там красить классическими репродукциями классических художников русских, допустим, украсить все стены, то это огромное глобальное, в глобальном масштабе влияние окажет на, улучшит атмосферу, да, вот в городе, и вообще вот все улучшится, и вот, что я хотел сказать, еще забыл, Так, так, я Устал уже очень говорить Устал просто уже У меня просто не с кем, вот, в городе пообщаться, поговорить, и У меня здесь нет друзей, и Поэтому я, может быть, общаюсь с фотоаппаратом и высказываю эту свою идею Я не знаю, вообще, буду ли я это публиковать, потому что я Ну Ладно И Потому, что у меня просто нет поддержки никакой, я часто вот Чувствуюся неуверенность, и У меня просто нет такого, чтобы кто-то... Ну, вообще крайне редко бывает, чтобы кто-то вот в реальности ну то есть я имею в виду в реальность у меня нету здесь вот в городе мы у меня нету друзей нету там подруг и нету такого что кто-то не поддержал или там допустим нотк я столкнулся с агрессией с нетерпимостью к моему творчеству к пейзажам да и я после этого допустим чувствую себя очень плохо там вообще очень длительное время просто год год могут да и нет нет вот не оказывается рядом никого кто бы мог меня поддержать рассказать что они ну что ты на самом деле хорошее дело делал то есть в реальности между нет никого там в контакте или ну вообще в интернете может есть но то есть из отдаленный коротко родов там очень а так в реальности чтобы кто-то подержал нету то вот поэтому я не решаюсь вообще не решаясь даже какие-то свое мнение иметь или даже я не уверен даже вообще здоров ли я и нич не является ли сумасшедшим то есть сумасшедшим то что я вот сейчас про эту свою не является ли вообще сумасшедшим саши действительно сумасшедшим и преступлением что то что вот пейзажики нарисовать красивые вот вот на такой стене да ну или на асфальте нарисовать пейзажики дал в таком всем городе то есть потому что не тут нету никого из них кто бы мог сказать что на самом деле ты правильно делаешь рисуешь это хорошо то есть зачастую такого вообще нет зачастую только есть те кто орут оскорбляют да там или просто игнорируют не обращать на это внимание в лучшем случае ну вот если так подумать здравый смысл то рад почему вот это не вызывает ни у кого агрессию такую так какую вызвали мои пейзажи или какой вызовет любой пейзаж там который будет нарисован в этом городе хоть когда-либо что здесь нету почему вот это не вызывает почему вот это разумные считают в этом нет никого там искаженного восприятия типа но а остальные все люди почему-то считают ну они не думают вообще об этом или они не замечают этого и может быть они думают по-другому совсем некоторые где даже многие то есть если у тебя есть какое-то чувство красоты и она у тебя ущемляется ударить то ты уже как посчитаешься сумасшедшим ты считаешься каким-то преступником нормальным в этом обществе да получается так что ли ну и вообще даже в контакте ну и даже вот в интернете вот люди которые вот ну которые писали даже это гадость его мне по поводу того моих идей там еще давно много лет назад уже когда я там допустим я помню сфотографировал вот это место и наложил на нее свой пейзаж который рисовал там тысячу восьмом году мелками и там вот одна короче написала там было такое вот кто писали гадости да об этом что оскорбляли как-то это то есть негативные где-то все из моего города были а вот чем ну а люди ну и были конечно не знаю может быть из моего города кто там ну это редкость просто маленький город очень а допустим из отдаленных более регионов там люди реагировали более положительно на это не знаю почему так вообще не понимаю все у меня уже батарея здесь села ну это что я здесь сейчас снимал все это это центр города может сказать центр города это не какая-то там крайняя окраина этого города это центр города центр города и такое состояние и вообще у меня нет такого просто понятия что кто-то может меня понять то есть как-то нет такого такого чувства что кто-то может меня понять и что кто-то может одобрить то что я делаю и как это сказать то потому что просто нету фактически нету в моем городе людей которые могли бы ну поддержать меня словом просто сказать 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 что то что делаешь это не так то плохо как вот посчитали те кто как вот отреагировали ты так поступили по джекте тех вы вызывают полицию до не сразу там ну то что я описывал да или там то есть ну и вообще просто даже если никакой реакции не было я думаю что это тоже человеку сложно сложно что-то делать когда нет никакой вообще реакция такая как так тухло все да и это как от ван гог говорил что какой смысл если у человека внутри в душе все горит одну и он ждет чтобы человек пришел погрел до согрелся от этого пламени а некому просто зайти никого никто это не замечаю что нету никого да как-то все так ну такое такое вот из писем ван гога я помню такое и вообще не сытного за все что я здесь сказал на этом видео я не знаю я вряд ли я буду это публиковать ну что у меня тысячи таких видео которые не публиковал потому что мне стыдно просто было вообще своих мыслей там своих каких-то мне своего мнения своих высказываний так и вот само то видео где рисовал на стене осенью 2013 года я его опубликовал и то неполное только вот последний ну неделю назад может или две недели назад потому что ну у меня депрессия была после после того как меня там очень жестко оскорбляли еще при этом публично при полиции там стоял наряд полиции да они молча смотрели ну еще при моему моем отце меня тоже оскорбляли и он просто и там никто даже не сказал ничего ну там толп практически никто ничего не сказал мою защиту то есть ну в мою поддержку мне то есть просто и ну и меня то есть мне пришлось уничтожить сам саму уничтожать свои пейзажи ну и как бы это то в нет никуда нельзя было деться там такая была штука что если бы не я их стер то заставили бы кого-нибудь другого их стереть ну я решил что пусть пусть я сотру это ну и как бы то есть вообще нет нет вот вот если бы хотел чтобы вы понимали что я сам этого даже не понимал что у меня вообще нету такого одни была нет никого и тогда не было знание что что кому то может стыдно быть да вот так вот так вот себя вести бо 줬за как зайчикiste у меня мы сможем eса быть стыдно ей может быть стыдно мне даже мысль такой никая нет не было потому что им не стыдно абсолютно никому вот уничтожит да там заставить уж что же пейзаж там вотなんか неадекватно ну не знаю мы забыть адекватно повезти себя по отношению к чему-то красивому и вообще это не считается это они еще радость рады очень после этого были то есть они получились как самоудовлетворение там унизив до меня и за то есть тем что заставил художника там уничтожить свою картина и унижая художника они потом еще месяц с довольными лицами были и то есть нет вообще такого какой-то человек но я не хочу вот говорить что нет человечестве что да и причем я ничего вот никогда не было чтобы я что-то сказал там в ответ да я максимуме что сказал это то что то как вы себя ведь если она вы называл да вот те кто оскорбляя в том как вы себя ведете меня немного смущает вот максимум что я сказал да по поводу поведения человек который взросле и взросле меня я не хочу об этом говорить то есть то есть вот вы можете подумать что может быть я пошел сам стирать этот пейзаж чтобы что вызвать чувство сцеда типа я думал что может быть им стыдно станет то что они вот так поступили до дочеками на самом деле здесь вообще и речи нет такого чтобы кто-то там сжалился над художником или устыдился что художника нам топтали в грязь или просто человек любого и что они там ну как-то низ когда вот так поступили ли еще вообще нет то есть там есть как только агрессия какая-то да вот и то есть нету такую какого-то уважения да вот к другому человеку абсолютно то есть это даже не не говорить не об этом даже нет смысла говорить то есть вот то есть просто я имею ввиду что может быть в какой-нибудь другой части света или вообще где-то или в отдаленном будущем кто будет видел смотреть может может они у них там уже ну люди другие да там все все другое и они думают что как они будут думать как там них вот у людей допустим будет в будущем отдаленном там где-то далеко отсюда там не знаю будет какое-то уважение там люди да быть способны извиниться перед человеком да там уважение к личности будет присутствовать да к художнику ну какой-то а еще причем тогда то я хочу сказать что ну для для таких вот для вот таких людей да которые которые вот может живут где-то или у них такое такое присутствует здесь такого не не было отлично я не сталкивался вот здесь вот значит то есть такого здесь нет если это другой немножко мир другая здесь атмосфера своя атмосфера можно так сказать и причем он даже была такая ситуация что вот так скажем человека который вызов полицию оскорблял там до приплевал пейзаж мы там и меня там на личность оскорблял я ничего не сделал вообще лично и там заявление написала там и не составили пейзаж да этот человек называл себя худо художницы художник да ну так скажем художник так так назовем то есть и когда я еще помню сказал что типа вот ну то как вы себя ведете меня не смущает и она такая человек так называем сразу человек да он такой и что ты типа теперь целый месяц после этого рисовать ничего не будешь да так то есть еще с такой злорадностью отреагировал и я вот это меня было то самое я не хочу сказать да вот это то что опять нажаловался как к патушниками поселили а хочу сказать что для меня было новостью когда вот спустя там год два года кто-то вот в моем городе да я с кем-то пообщался как-то посмел посмел рассказать об этом кому-то да спустят два года и этот человек с которыми 跳ONE сказал что вообще художник да не может так агрессивно и так ну вот а вот не вменяемся вести по отношению к другому художнику и так здравствуй до и 무서ую за длета добаваться что этот уничтожил свои пейзажи да и полицию доносить то есть я сказал что это художник не может быть таким то есть вот это меня это была новость и я даже не мог подумать об этом то есть вот я вот это хотел сказать что у меня нет такого ощущения что кто-то там должен мне меня уважаете да или когда должен уважать меня как художник. У меня вообще такого нет. Я хотел вот это вот примечание такое добавить. Для меня это само было удивительно, когда я вот слышал, что человек, который оценил эту ситуацию, сказал такое, что в моем, ну, получается, меня немножко поддержал. Да, я вообще не ожидал, что такое может быть, что он скажет такое. Я думал, что скажет, что ну и правильно там, да. То есть я привык, что все против, ну, все против, как бы, что везде какое-то такое отношение, то есть, ну, вот в этом месте, да, так сказать. И Вот. Ну, я как бы вообще считаю, что, ну, я чувствую, что вот все, что я здесь сказал, да, все это будет над этим только смеяться и сделают из этого фразы, нарежут и будут там как, ну, типа смеяться и издеваться над моим стилем речи, там, может быть, сумбурной, да, и сволнованной. И, ну, вот я вот не знаю, я почему-то мне так такое вот чувство, и я не знаю, ну, если я буду публиковать вот то, что я сейчас сказал, потому что мне просто невозможно даже высказаться вот в городе в своем. И ну, да, и мне не хотелось бы, вот просто мне неприятно то, что я вот вынужден представить вот, да, вот в таком виде, да, в таком, как бы, ну, не очень-то достойном свете то, что я, там, ну, и то, что я вот такое вот все говорю, да. И поэтому, если я публикую это, то мне, да, придется вот я буду ожидать, что ну, что никто на это не реагирует, либо отреагирует, там, будут, там, ну, как отреагирует к чему-то такому абсолютно, ну, посмешному и ну, с презрением, то есть, там, как с будут там издеваться, да, там, шутить над этим, там, как-то там поливать, там, да, то есть как это делается у нас в в Рунет-пространстве, там, ну, бывает. Ну, вот Ну, я просто вот говорю, как есть, и просто мне, да, вот я уже сказал, что мне не с кем поговорить, то есть, вот и на самом деле то рисование пейзажа это было помимо того, что попытка сделать город красивым, ну, хотя бы не город, а хоть какой-то кусочек стены, да, это еще была попытка как-то начать общение, диалог с этим городом, с обществом, социумом, диалог, диалог, то есть то есть, разве можно отрицать, что художник, ну, что я, то есть я, да, я хотел диалог таким образом, через изобрительное искусство диалог строить с этим городом, ну, с социумом, да, я не понимаю, что в этом может быть такого, что может вызвать издевательство, но я почему-то чувствую, что это покажется, вот эти мои слова покажутся очень странными, ну, некоторым для всем, и будут издеваться надо мной, да, за то, что я рассказал, и за то, что я вообще вот так говорю, да, то, что я посредством изобретительного своего творчества пытаюсь диалог, да, диалог начать с обществом, ну, и прочее, вот, что я здесь за 30 минут наговорил. Ну, и вот вы спросите, какая цель, зачем ты вообще нам это все рассказал, то есть, ну, я понимаю, что это вот рассказываю, и, возможно, я это опубликую в видео, но я не уверен еще. Ну, я скажу, что я, я хочу просто рисовать пейзажи на, почему я вообще рисовал пейзажи, начал рисовать, попытался рисовать на стенах, почему вот я, как художник, не могу попытаться, да, что-то, и почему за попытку, за эксперимент я должен так, ну, такая реакция на меня, да, вот должна сразу такая негативная, агрессивная реакция, почему? То есть, за то, что я нарисовал пейзаж, попытался на новой поверхности, да, я, я, а почему я рисовал на стене, я пытался, попытался, я хотел, чтобы пейзаж сохранился дольше, я хотел попробовать на стене нарисовать, как, вот, я не знаю, там, вот, как это для меня, как сделать комплимент кому-то, вот вы, когда делаете кому-то комплимент, для меня это нарисовать пейзаж, это сделать комплимент городу, а почему-то здесь вот восприняли это как, ну, как преступ, ну, то есть, вот, очень, так, на мой взгляд, неадекватно И агрессивно очень восприняли И То есть это то же самое, что человек Комплимент сделали, что-то Подарил, да, а ему за это взяли Его просто вызвали полицию, оскорбляли И в его подарок, да, наплевали И на его Как личность, ну, на личность, да, переходили Хотя ничего обо мне не знают Не знали вот эти вот люди, которые на меня там Кидались и Ну, на меня, короче На меня там нападали Из-за того, что я даже мелками просто На плитках рисовал Кому это может повредить, но и даже на это Агрессивно, ну, очень агрессивно